ТМ-312 ТМ-312 305-мм железнодорожное артиллерийское орудие образца 1938 года. Сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская система с орудиями от затонувшего линкора «Императрица Мария». Дальность стрельбы орудия достигала 44 километров, правда скорострельность, естественно, была невысокой – около двух выстрелов в минуту. Были выпущены три экземпляра, объединенные в 9-й отдельный артиллерийский железнодорожный дивизион. В составе дивизиона принимали участие в советско-финской войне, после которой были перебазированы на военно-морскую базу «Ханко». С началом Великой Отечественной участвовали в обороне базы, где перед эвакуацией базы были подорваны. Подорванные установки достались в качестве трофеев финской армии, которая произвела их восстановление с использованием однотипных орудий от линкора «Император Александр III». После заключения перемирия с Финляндией были возвращены в Советский Союз, где из них сформировали отдельную железнодорожную батарею номер 294, которая находилась на боевом дежурстве в Балтийске. Состояли на вооружении до 1961 года, после чего были законсервированы и находились на хранении в форте «Красная горка». До наших дней сохранились все три экземпляра артиллерийской установки ТМ-312. Кадры, которые вы сейчас видите, я снимал в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в Музее Победы. Это программа «Интересно об оружии» и я, Александр Михайлов. Сегодня мы с вами поговорим о, пожалуй, самом уникальном экспонате Музея Победы среди множества других, а именно о 305-миллиметровой морской железнодорожной артиллерийской установке ТМ-312. Морская железнодорожная артиллерийская установка ТМ-312, или как ласково ее называли артиллеристы Татьяна Михайловна, в боевом положении весила 340 тонн. Длина ствола орудия составляла 16 метров, а расчет, который обслуживал установку, составлял 50 человек. Скорострельность орудия могла доходить до двух выстрелов в минуту. Железнодорожные батареи ТМ-312 имели трехорудийный состав. В батарею входили три орудийных транспортера, по три вагона снарядных погребов, три вагона зарядных погребов, три вагонные электростанции, поступравление и один или два паровоза. Орудие могло вести стрельбу бронебойными, полубронебойными, дальнобойными и осколочно-фугасными снарядами. Разработанное в 35-м Александром Дукельским и построенное в январе 1939 года, это уникальное орудие принимало участие в Советско-финской и Великой Отечественной войне. Ее судьба поистине уникальна. Когда в декабре 1941 года наши войска отступали с полуострова Ханко, где располагалась военно-морская база, где вели свою боевую службу эти орудия, было принято решение в связи с невозможностью их эвакуировать, утопить орудия, испортить, противоткатные механизмы уничтожить, чтобы эти уникальные орудия не попали в руки к финским войскам. Когда полуостровом Ханко завладели финские войска, они нашли эти уникальные орудия и установки. В период с лета 1942 по лета 1943 года финские инженеры старались восстановить эти морские железнодорожные артиллерийские установки. Но у них не было самого главного — стволов и орудий к этим установкам. Тогда они узнали, что в оккупированной Северной Франции на складах у немцев находятся стволы с бывших русских линкоров, которые белые офицеры из Крыма увезли в 1920 году в Безерту. Но когда, собственно говоря, англичане и французы попросили белых офицеров покинуть свои корабли для того, чтобы корабли распилить, то стволы от этих кораблей остались на складах до 1940 года. Немцы финнам из Франции эти стволы предоставили для установки на советские железнодорожные морские установки. Это было сделано летом 1944 года. Когда в сентябре 1944 года Финляндия и Советский Союз заключили перемирие, было принято решение финнами, что эти установки нужно вернуть Советскому Союзу. В январе 1945 года эта установка вернулась в Советский Союз, где служила в артиллерийских частях до 1961 года, пока не была поставлена на консервацию. В 1998 году было принято решение эту уникальную установку передать нам, в Музей Победы. В 2001 году эта установка была транспортирована сюда, на Поклонную гору, и с тех пор посетители и гости Музея Победы могут увидеть ее у нас в музее. Ну а на сегодня мой рассказ об установке ТМ-312 подходит к концу. Оставайтесь с нами и до новых встреч в Музее Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова